Всем привет! В эфире самые прибойные новости на телеканале Прибой ТВ. С вами Настя Ермакова. Депутаты приняли документ, который ужесточает наказание за вождение транспорта в нетрезвом виде. Теперь любитель спиртного будет нести ответственность после нахождения у него более 0,16 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. В соответствии с законом про наврушитель должен заплатить 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет. Поклонники певца Робби Уильямса устроили драку прямо во время его выступления. Все началось с перепалки между двумя разгоряченными мужчинами из числа зрителей. Почти сразу к участникам драки подключились еще несколько человек. Буквально за несколько минут потасовка превратилась в настоящее побоище. В знаменитости не привыкать к таким инцидентам – это не первый случай массовой драки у него на концерте. Китайские вещи становятся опасны. Сильный пожар на заводе по переработке пластмассы в британском Бирмингеме был вызван опрокинувшимся китайским фонариком. На место было выслано более 35 пожарных машин. С огнем боролись около 200 пожарных. Трое из них были госпитализированы. Огонь охватил около 100 тонн подлежащего переработке материала, что вызвало сильнейшее задымление на территории в 2 километра. Ущерб от этого пожара оценивают в 6 миллионов фунтов. Фабио Капелло привел в бешенство Лионеля Месси, выгнав со скамейки его родню. Это произошло в ходе благотворительного футбольного матча в Перу между командами друзей Месси и звезд остального мира под предводительством бразильца Неймара. Месси, не выдержав такого оскорбления, сразу же уехал со стадиона. Победа осталась за лидером испанской Барселоны, ведь матч закончился в пользу его команды. На днях прошел очередной сольный концерт Рината Каримова. Обо всех подробностях узнаете, если посмотрите следующий сюжет. Полный аншлаг и волна эмоций. Именно так прошел в Махачкале концерт популярного дагестанского исполнителя Рината Каримова. Стоит отметить, что это мероприятие было долгожданным, и по словам организаторов, оно далось непросто. Гости из различных уголков страны, высокий уровень подготовки, все это оставило свой отпечаток. Как любой другой человек, переживаю, волнуюсь. Все, что могу сказать, попытаюсь сосредоточиться. Одним из ожидаемых артистов вечера стал чеченский исполнитель Вахит Аюбов. Его голос, манера исполнения буквально завоевали дагестанского слушателя. И вот, его пригласили на концерт, чтобы он в очередной раз продемонстрировал свою харизму. Ну, вообще, со сцены новая будет песня. Одна будет про Шамиля. Я не пел ее на сцене. Сегодня будет первый раз исполняться со сцены. Стоит отметить, что концерт таких исполнителей, как Ринат Каримов, это не только масштабное действие с участием именитых звезд, но и площадка для молодых талантливых артистов. К примеру, таких, как Арсен Гетинов. Ну, поблагодарить хотел Руслана Велебекова, так как он мне помогает продвигаться в сфере шоу-бизнеса. Самому прибою, радио Аса, всем огромное спасибо. Кристина, проект Мисте, Аслан Гусейнов, Шамхан Далдаев, Айша Тайсаева, Тимур Рахманов. И это не весь список артистов, которые превратили концерт в настоящее шоу и музыкальный звездопад. В итоге народ получил то, что хотел. Масса удовольствия, новые композиции и неизгладимое позитивное впечатление. А наша съемочная бригада в очередной раз убедилась в простоте и профессионализме дагестанских звезд. Анастасия Ермакова, Джамбулат Тажетдинов, Джамбулат Стамбулов. Прибойные новости. Это были самые прибойные новости на телеканале Прибой ТВ. С вами была Настя Ермакова. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!